добрый день дорогие подписчики и гости этого канала сегодня я хочу ответить на ваш часто задаваемый вопрос как сделать так чтобы спрайты в стиле пиксель арт не размазывались движке unity и собственно как вообще экспортировать графику из photoshop в unity 3d ну в нашем случае в unity 5 для начала давайте возьмем мой концепт для игры bloodlust и возьму отсюда пожалуй какого-нибудь юнита допустим вот такого я сейчас могу скопировать а лучше сделаем вот так значит вот у меня слой со всеми этими юнитами я его копирую на новый документ и вот он у меня здесь есть конечно здесь они просто без анимации но в принципе это не суть и так значит можно здесь сразу отключить фон что вы потом с этим просто больше не париться и теперь сохраняем control shift с выбираем png и сохраняю например charters то есть на русском писать лучше не надо если вы собираетесь экспортировать этот файл в unity а теперь перехожу в сам unity и добавляю сюда собственно этот файл так вот я его нашел просто перетаскиваю сюда и теперь если сразу вот так вот перетащу то у меня во первых перетащится абсолютно все во вторых они вот такие вот размытый что очень для нас нехорошо и еще один момент который я не учел мы будем обрезать спрайты по квадратам по таким вот прямоугольником и поэтому вот этот вот персонаж будет задевать еще вот этот вот кусочек от предыдущего персонажа поэтому давайте его сначала здесь отодвинем вот теперь никто никого не должен задевать то есть по сути мы как бы вот такие вот сетки помещаем персонажей если они в них помещаются и при этом не задевают остальных то хорошо отлично еще раз его сохраняю перехожу обратную unity и загружаю сюда заново так что нужно сделать теперь чтобы они не были такими размытыми значит нажимаем уже на сам файл списке осетов и в инспекторе с выбираем здесь нужные параметры и здесь нас интересует такой параметр как спрайт мод и здесь вместо сингл нужно выбрать мультипл а теперь нажимаем спрайт editor теперь все что нам нужно это нажать слайс и выбрались автоматик теперь каждый из этих персонажей у нас обзавелся так вот собственной рамкой нажимаем apply и собственно все а теперь у нас из всех этих персонажей остался только один и чтобы поместить какого-то конкретного нужно просто его перетащить отсюда но они нас до сих пор остаются вот такими вот размытыми чтобы это исправить мы идем дальше и здесь у нас есть такая вкладка advanced нажимаем на нее и здесь выбираем альфа соурс второй пункт input вот но это нужно именно для того чтобы наши персонажи были с прозрачным фоном точнее чтобы фона просто не было видно если мы как бы отсюда это уберем то они обзаведутся вот таким вот белым задним фоном вот ну так как у меня уже автоматически здесь все выставлено то мне как бы здесь все нормально вот но так может быть не у всех а далее чтобы сделать их уже четкими они размытыми а здесь есть такой пункт как фильтр мод и здесь мы выбираем point но у фильтр снова нажимаем apply и они у нас становятся вот такими вот четкими а теперь мы можем также их увеличивать в размерах и видим что как бы мы их не увеличивали у них все равно остается вот такие вот четкие края вот собственно и все что нужно проделать а с этими спрайтами которые мы загружаем то же самое касается и анимации предположим у меня здесь есть вот такой вот спрайт персонажа который при запуске как бы имеют вот такую простенькую анимацию но например в самой игре все это выглядит достаточно мелко чтобы это исправить нужно перейти в камеру выбрать здесь проекция ортографическая и подобрать нужный размер в разум а в пункте size я поставил пока один и кажется это вполне подойдет теперь спрайт имеет уже нормальную нормальные размеры при этом он имеет прозрачный фон и достаточно четки без всякого размытия и замыливания вот собственно и все если эта информация оказалась для вас полезной обязательно ставьте лайк делитесь этим видео со своими друзьями и подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новые полезные видео ну а с вами был арталаски и я не прощаюсь а приглашаю посмотреть те видео которые вы еще не успели посмотреть до завтра а и а и и вы